МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Южном Урале проживают люди 152 национальностей и народностей. Они обустраивают здесь свой дом и создают семьи. Здесь рождаются их дети и внуки. Каждый из них считает Южный Урал своей родиной. Здесь они мечтают и строят планы на будущее, добиваются поставленных целей и достигают новых вершин. Наш рассказ о тех, кто рядом. О людях, которые приносят успех и славу Челябинской области. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ряд хорошего молока есть вообще за технией понятие 3К. Корма, кадры, корова. То есть, какой породность, как ты ухаживаешь и чем кормишь. Если полноценный корма сбалансирована родцом, то им, соответственно, будет молоко давать. Профессия за техникум, ну, порядка 20 лет. Профессия за техникум я работал. Да, ностальгия есть. У него не хватает животноводства, не хватает общения с животными. Это моя профессия. Она была любимой профессией моя. Потому что, если я его не любил, я бы не работал, наверное. Сейчас мы не говорим. Но решил поменять стиль жизни. Работу поменять, попробовать. В другом поле решили. Поэтому и поработаем, посмотрим. Ну, и здесь тоже интересно. Я вам говорю, что очень интересная работа. Работа направлена на людей, на благосостояние людей. Создать комфортную среду, поселение. Чтобы люди оттоков не было. Сельского поселения, городскую. А наоборот, приезжали в село и занимались любимым делом. Наш детский садик поселковый, он в этом году лучший в районе. Для меня очень важно. Сам стараюсь быть всегда первым и лучшим. Потому что я стараюсь работать всегда, чтобы был первым. Характер у меня такой, я вам говорю, бойцовский характер. Когда я не в лидерах, мне становится плохо. Я себя чувствую очень плохо. Я начинаю по ночам плохо спать. А когда первым, конечно, первым всегда приятно. По национальному армянину. Родился в Грузии. Живу на Южном Аре. Если ты работаешь на данном территории, или в любом месте, то ты хоть руководитель предприятия, глава поселения, глава района или что. Если завтра тебе будут помнить твою фамилию, твое имя, значит, ты для человека, для народа что-то сделал. А если завтра-то забудут тебе, значит, ничего ты не сделал на этой жизни. Вот все. Дети, прежде всего, для меня приоритет. Всегда я вставлю на детей. Потому что сегодня дети – это наше богатство, будем говорить. Мы сегодня что, не их положим, и завтра то и положим. Это то же самое, что ты посеял, завтра то и пожмешь. То же самое дети. Вот и мы, наверное, в силу, наверное, воспитанности так меня воспитали, что дети не должны быть брошены. Поэтому я и стараюсь часто идти в детский садик, стараюсь общаться с детьми. Сегодня дети – это наше богатство, и мы должны воспитать так их, чтобы завтра, вот сейчас модно стало переписывать историю, да? Некоторые говорят, что, допустим, в Великую Отечественную войну вообще русские не участвовали. Это же неправильно, да? А наша задача – детям дать то, чтобы они не забывали эту историю, не забывали, что кто выиграл войну, как это было. Ну, вот мне мешают, наверное, порой иногда национальные черты – это горячесть слишком, да. Вот, эмоциональность, вот, иногда и, бывает, эмоционально, допустим, и в каких-то вопросах могу дейти, там, если кто-то чего-то эмоционально поговорит, но потом уже думаешь, что, наверное, я был неправ, надо было, может, помягче. Ну, наверное, эмоциональный человек, да. Перед тем, как жарить шашлык, поджаривает овощи. То есть, традиционные армянские овощи – это баклажан, перец, помидоры. И делать из них, как он называется, как мангал-салат, что ли? Ну, печеные овощи, они очень вкусные. Вообще, на Кавказе едят много овощей. Много овощей едят, да. Пока вот углик готовится, вот на этом большом костре надо сначала пропечь овощи. Со шашлыки на Кавказе только мужчины делать. Женщин не уверяет, почему-то со шашлыки делать. Это мужская работа абсолютно. От разделки мяса до готовки. Ну, вообще-то, не знаю, есть такой, наверное, поговорок, что мужчины готовят вкуснее, чем женщин, да. Потому что мужчины готовят реже, вкуснее. А у женщин это повседневная работа, рутинная, поэтому они маленько не так относятся к процессу ответственности. Отец у меня, в конце, повар. Его в свое время, ну, когда он был молодым, всегда нанимали на свадьбу обслуживать, там, в нерождении обслуживать. Вот я, наверное, на следственном. Какой себе уважающий армянин без базилика не будет готовить шашлык? Вообще базилик, он, вот, вот этот базилик, это в моем огороде растет. Лаваш вот так. Это армянское. Уже это, это уже никуда оттуда не денешься. Если там шашлык международный, это лаваш наш родной. В Армении всегда подается лавашом. Без лаваша как-то неинтересно. Бежишь, там сыр, зелень, завернешь в лаваш и бегом обратно. Наш хот-дог называется армянский. У меня там родители, у меня отец, у меня там мать, у меня там сестра, у меня брат. Раз в пять лет, конечно, скучаю я без них. Конечно, мне не хватает материнское, отцовское внимание. Я, тем более, без них, я и... Ну, это родители. Меня воспитали, я уважал родителей. И на Кавказе это всегда так. Не только родители, и старших надо уважать. И я бы хотел, чтобы везде это так было. Чтобы не было ни в домах престарелых, ни в детских домах. Стараемся соблюдать и армянские традиции, и казацкие традиции, и уважать их. Потому что без этого никак. Ты сегодня, если ты не будешь уважать чужое, да, и ты завтра тебе, тоже твоего никто не будет уважать. Тот человек, который не знает свою историю, у него нет будущего. Я не могу сейчас ошибиться, кто это, чьи слова. Есть такое. И это правильно. Человек обязан знать свою историю, свое прошлое, свои традиции, что там. Хоть ты кем был. Хоть армянин, хоть русским, хоть грузином, хоть кем. Свою историю должен знать. И должен ты передавать поколению эту историю. И это поколение должно быть дальше. Не зная свою историю, тот народ не умеет будущего. Это золотые слова, и я к этому придерживался. Памятник это нашим забытым деревням, исчезновшим деревням. Поселок Черноборский был образован в слиянии всех вот этих деревень, которые здесь перечислены. То есть, хуто Статя, лесной, близко Архангельский, близко Харкевский. Слияние всех этих четырех деревень образовался в поселке Черноборский. Территория так, ну, по-моему, многогранная. По природе есть у нас степи, есть и горы, есть и леса, есть и водоемы. Недалеко тут. С моего дома, если выйти, видать эти горы, видать эти скалы, барок нашим. У нас прекрасный бор черный, он заказный, он государственный заказный природой, реликтовый бор. Скорее всего, может, и я полюбил этот поселок, то, что он и чем-то напоминает мою родину. Наверное, так. Южный Урал, конечно, я считаю своей второй родиной, особенно Чесминский район, особенно поселок Черноборский. Я его люблю, полюбил, люблю и буду любить, и буду стараться делать все для благосостояния этого поселка. Конечно, по мере своих сил и возможностей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok